Я назвала этот топ самых ужасных ошибок валяния. Рассказывать о них буду словесно, не буду показывать на картинках, потому что главное для себя уяснить просто основные моменты. Итак, начнем с десятого пункта, снизу нашего топа. Страх и неуверенность. Страхов на подступах к валянию всегда бывает очень много. Страхи эти разного свойства. Бывают чисто психологические. Люди смотрят, видят картинки, фотографии красивых изделий в интернете и просто для себя думают, нет, я так никогда не смогу. Я не смогу, что мне только не пишут. Ой, да я с детства криворучка, некоторые еще хуже рукожопами себя называют. Извините, люди, мы взрослые, как есть, так и говорю. Цитирую. Я не смогу посадить по фигуре. Я не умею шить, вязать тоже не смогу. Я плохо с цветами, не знаю, как их совместить, с колористикой не справлюсь. Я не знаю названий материалов, я не знаю, какие нужны инструменты. Вот это все страхи на пустом месте совершенно, потому что на самом деле, ну вот знаете как, вот ребенок рождается, он не умеет ни говорить, ни ходить, ни мастерить, естественно, ничего, ни писать, ни читать. То есть всему человеку учится постепенно. Если есть желание чему-то научиться, научиться можно. На сегодняшний день не надо тратить очень много денег для того, чтобы получить какие-то знания. Но единственное, что тут надо включать мозг серьезно, да, логическую часть вашего мышления для того, чтобы, ну немножечко, да, зерна от плевел все-таки отделять. Потому что при большом количестве бесплатных курсов на Ютубе, к примеру, какие-то из них могут оказаться, ну, не очень хорошими. Спрашивайте совета. Для этого существует вот огромное сообщество, да, по интересам, в частности, в Фейсбуке. Вот у меня есть группа «Минутка о войлоке», да, там очень много есть группа «Не поваляешь, не поешь клуб веселых рукодельниц». Везде можно спросить, на чьи бесплатные мастер-классы лучше ориентироваться. Платные, как бы, ну, это дело такое, как бы, во-первых, к платным курсам. Люди всегда предъявляют большие требования, и поэтому иногда, если вот просто, ну вот, не совпало, да, сердечная волна с мастером, могут сказать, нет, мне этот курс не нравится, хотя там технически все очень хорошо в платном курсе, да, а просто не нравится, допустим, тембр голоса или именно ритм самого мастер-класса. Это не значит, что класс плохой, да, это просто вот он, как бы, не в душу пришелся. А вот с бесплатными мастер-классами люди, когда о них рассказывают, гораздо более объективны, и вам обязательно что-то посоветуют. Потом вот в плане затрат, да, когда только начинает человек учиться. Не надо тратить огромные деньги. У меня вот на YouTube-канале есть блог про материалы и про инструменты для валяния. Я там очень подробно объясняю, что необходимо. Практически все из инструментов вы найдете дома под рукой. Из материалов покупайте по чуть-чуть. Не надо сразу больших запасов. Я много работаю, у меня очень много запасов материалов. И шерсть, и флиса, и все. Вот на начальном этапе есть масса магазинчиков, и все там вот по чуть-чуть на пробу можно взять и не потратить на это больших денег. По поводу того, что вот я испорчу какие-то материалы, что-то как-то не понравится. Ну, мы много чего в жизни сначала портим. Для того, чтобы научиться готовить нормальную еду, да, ну, мы все женщины так или иначе хозяйки, да, ну, бывает что-то пригорит, да, что-то пересолишь или переперчишь, или наоборот недосолишь. Ну, что ж, вылог хорош тем, что если вы что-то сваляли, и, допустим, не доваляли, можно довалять, переваляли, можно пустить, какие-то сделать из этих остатков аппликации, еще что-нибудь такое. То есть, всегда вот неполучившееся изделие, его можно как-то переработать, да, сейчас вот этот вот ресайклинг, аппсайклинг очень в тренде, да, это очень актуально, и вот все неудавшиеся кусочки, их можно использовать. То есть, ну, вы сами понимаете, что главное ко всему подходить разумно. Ну, еще страх и неуверенность по поводу того, что не поймут друзья и близкие. Ну, во-первых, да, по-настоящему близкие люди. Ваше новое увлечение, даже если оно необычное, они поймут и вас поддержат. А вот кто не поддержит, те не близкие на самом деле. Иногда родными людьми оказываются не те, кто родной по крови, а родными оказываются друзья и единомышленники. Мы взрослые, просто надо об этом помнить и понимать, поэтому, ну, это жизнь, да. То есть, вот ничего глобального, во всяком случае, если вы займетесь войлоком, и что-то у вас сначала не получится, никто от этого еще не умирал, никто от этого не болел, и ничего плохого от этого не происходило. То есть, вот этот пункт, да, ошибочных страхов и неуверенности мы просто убираем из нашей жизни. Наша голова от этого свободна. Переходим к следующему пункту. Вот это очень важный момент. Небрежность в работе. Это момент, на котором я хочу остановиться вот прямо более глубоко, потому что особенно начинающие валяльщики и валяльщицы, которые еще не стали мастерами. Этим, кстати, грешат, к сожалению, очень грешат американские и европейские начинающие рукодельницы. Почему-то считают, что войлок ручной работы может быть сделан тяп-ляп, то есть останавливаются в валянии буквально на середине процесса. Войлок у них получается рыхлый, неаккуратный. Есть такой стиль гранж, допустим, где, допустим, вот все такое потертенькое, помятое, вбоха, да, есть вот эти моменты. Но если эта вещь, которую вы делаете по дизайнерской задумке, не относится к этим стилям, значит, в ней все должно быть идеально аккуратно. Тогда не надо делать никаких ободранных, оборванных краев небрежных. Подкладка должна быть хорошая. Если вы сшиваете какие-то детальки, значит, изнаночка должна быть такая же, как лицевая сторона изделия. Конечно, войлок должен быть качественно увален, провален, чтобы он не разваливался там после недели носки. Я наблюдала однажды здесь, в Канаде, ситуацию была в гостях у мастера, допустим, мы немножечко не сходимся с ней во взглядах на стилистику валяния, к ней приезжает ее покупательница, ну, хорошая знакомая, все, и говорит, ой, я так люблю твой жилетик, ну, вот ты знаешь, вот я же его две недели уже как купила, и вот тут вот он валяет, разваливается. И я смотрю, как бы вот подмышками, да, на этом жилете, войлок настолько слабо увален, что подмышками, ну, вот просто он разлазится. Она говорит, ну, ничего, ничего, я тебе поправлю, подваляю. Постарайтесь вот этой небрежности в работе никогда не допускать, потому что как начинаете работу, так и будете дальше это продолжать. Хорошая, качественная, по-настоящему, ну, как бы во всех отношениях выверенная работа с первых шагов должна стать вашим авторским почерком. Стилистику можно выбрать совершенно любую, можно делать разный декор, можно использовать разные техники, но аккуратность и тщательность проработки всех деталей в валянии должна быть вашим правилом просто номер один. Следующий пункт, о котором я хочу сказать, это неверный выбор материалов. Частенько пишут про то, что вот какая-то шерсть некачественная, да, и, допустим, взяли на палантин шерсть там 25-26 микрон, да, мельнос бывает, кстати, 25-26 микрон, но он не предназначен для валяния тонкого вылока. Это не значит, что он некачественный. И вообще там, ну, разная шерсть есть. Надо всегда соотносить, какая шерсть, какие волокна для чего предназначены. Потому что неверный выбор материалов может вашу дизайнерскую задумку, творческую задумку просто вообще в насмешку судьбы превратить, да. И это ещё раз лишний раз вас огорчит, и вы вернётесь к тем самым страхам, да, о которых мы говорили сначала. Вот у меня ничего не получается. Но не руки кривые, а вы просто неправильно подобрали материалы. Потом есть материалы, которые просто не очень совместимы между собой. То есть их надо, если миксовать, то смешивать, допустим, блендировать между собой, а слоями они не будут один на другом хорошо ложиться. Или, допустим, один участок работы одной шерстью сделать, другой другой шерстью. И тоже может получиться нестыковка, потому что разная усадка, и не всегда совместимы фактуры получаются. Флисы с обычной шерстью тоже совмещают. Надо понимать правила. И вот тут материаловедение, как говорит моя любимая подруга Вера Жаткевич, материаловедение – это наше всё. Надо знать свойства материалов, тогда вы не будете с этим ошибаться. Следующий пункт, соответственно, неверный выбор модели. Вот тут вот, да, как бы есть два момента. Может быть, к имеющимся материалам вы выбрали не ту модель, и, допустим, хотите сделать что-то лёгкое, летящее, у вас шерсть большая по тонине, или, наоборот, вы просто неправильно подобрали. Другое вот направление – вы неправильно подобрали модель к фигуре. Да, или, допустим, вы хотите сделать большую объёмную сумку, но она будет нелепо смотреться с каким-нибудь очень-очень лёгким нежным платьицем. То есть, ну вот, или валенки всё-таки, да, летом не поносишь. То есть, когда вы выбираете модель, которую вы хотите сделать, совершенно чётко надо продумать все нюансы, как, когда, зачем, для чего, в какой обстановке эту вещь предполагается носить. Если мы говорим об одежде, обуви или аксессуарах, или, допустим, если мы говорим об интерьерном войлоке, надо очень подумать, вот, допустим, ковёр, да, ковёр, на котором сидеть, по которому ходить или который висит на стене, да, в качестве большого декоративного панно и украшения интерьера. Для всех этих ковров нужны несколько разные свойства, да, то есть, тот ковёр, который на полу, он должен быть плотным, не скользящим по поверхности пола и стойким к вытаптыванию. Он будет более толстым, он будет более тяжёлым, его не особенно постираешь в стиральной машинке, его надо либо, ну, как бы в большую промышленную машину сдавать, либо просто сдавать в чистку. Тот ковёр, который вы хотите постелить на дивантах, ту там, или на кровать, он может быть более тонкий, от него требуется большая пластичность, но он тоже должен быть очень стоек к истиранию. Ну, такой ковёр желательно сделать, чтобы его можно было стирать в домашней стиральной машинке, то есть, вот поэтому надо балансировать и флисы, и саму шерсть, которую вы используете, для того, чтобы была небольшая толщина и, соответственно, устойчивость именно к стирке. А вот тот ковёр, который в качестве панно, в качестве украшения интерьера будет висеть на стене, он может быть на ваш вкус любой толщины, он может быть более рыхлый по степени уваливания, он может быть даже из очень длинных каких-то локонов флисовых, и самое главное, чтобы его можно было легко, к примеру, почистить пылесосом, не особенно часто стирать в машинке, а просто почистить пылесосом. Устойчивость к истиранию, к истребованию нужна минимальная, самое главное подумать о красоте объекта. То есть, вот этот выбор модели. Точно так же мы относимся, допустим, к жакету. Тот жакет, который мы носим под пальто, одни свойства должны быть. Тот жакет, который мы носим просто летом, накинули на себя и сверху ничего на него не надеваем. Нужны другие свойства. То есть, там может быть совершенно как бы лёгкая степень уваленности, большая игра с волокнами. То есть, вот тут очень важно сразу... У меня есть блокноты. За столько лет валяния и много работы на заказ, я всегда спрашиваю, да, вот заказывают вещи. Вечернее платье, где предполагается, сколько времени пройдёт даже торжество иногда, я спрашиваю, какая планируется обувь. То есть, вот я выспрашиваю, я записываю все-все-все нюансы. Вот где пройдёт торжество, ну какое мне дело, да, куда человек, женщина отправится в нарядном платье. Но это может быть в тёплом помещении или в помещении, где оно настолько хорошо проветривается, что будет сквозняк, да. То есть, ну надо обдумать фасон даже. Вот эти нюансы надо. Или, допустим, в течение вечера, да, почему я очень люблю делать не просто платье, да, какие-то комплекты, да, чтобы можно было что-то... Либо палантин к платью, чтобы можно было что-то на плечи накинуть. Вот. Или летом на природе, да, вот где-то открытое пространство. Это всё очень важные нюансы, которые надо учесть. И если вы их учитываете как для себя, для своих близких, для друзей, для кого вы просто валяете в качестве вашего увлечения, или если вы что-то делаете на заказ, на продажу, тут особенно важно подумать, чтобы люди в итоге были благодарны вам за то, какую радость с новой вещью они получили. Это очень важный момент такой. Следующий момент – это ошибки в расчётах и крое. Ошибки в расчётах и крое тоже бывают по разным причинам. И это зачастую могут оказаться ошибки катастрофические. Потому что если вы неподходящей фигуре крой выбрали, то есть многие там женщины крупные, курпулентные, как говорится, любят свободной одеждой скрывать свою комплекцию, свои габариты, а при этом не любят какие-то свободные такие оверсайзовые вещи. Или наоборот, то есть всегда надо понимать, что крой именно, ну крой, да, это вот посадка вещи, объём вещи, то, как приталенное, полуприталенное или совсем свободная вещь, насколько это подходит к фигуре человека, и не только к фигуре, но и к его привычкам, его темпераменту. Это то, что касается кроя. То есть, допустим, можно на стройную изящную такую вот модельную барышню сделать рукав абсолютно любой шириной, ну просто широкий скроет вот её изящество, да, а если сделать рукав-локтяжку для курпулентной дамы, то, естественно, как бы она будет себя просто даже физически не очень ловко чувствовать. То есть, или какие-то воротники очень плотные под горло, да, то есть вот они не для всех хороши, потом возраст, да, как бы, и можно вот просчитаться, вещи все наши войлочные, они и для наших покупателей не дешёвые, и для нас они не дешёвые, и по материалам, и по трудозатратам, поэтому всё надо обдумать заранее. И соответственным образом сделать правильные расчёты, на ширину, как бы, на свободу облегания, да, точно так же, как в шитье, всегда должна быть разумная свобода облегания. В войлоке вообще за исключением вещей, которые предназначены для парадных выходов, да, ну платья, да, можно делать прекрасные вечерние платья, которые вот будут прямо вот подчёркивать фигуру абсолютно. Вообще для войлока лучше какие-то полуприталенные или свободные силуэты, они, в общем, больше даже войлок раскрывают, да, его красоту и вот саму вот эту даже тактильную прелесть, они раскрывают в большей миле. Поэтому надо сразу рассчитывать белья, хорошую-хорошую такую вот свободу облегания. И, конечно, особое внимание во всех расчётах надо уделять плечевому поясу. Как человек, который ещё и шьёт, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что если у любой вещи, у любого самого-самого такого вот свободного балахона, бесформенного мешка, да, как говорят, чехлы на танке, так вот если у этого чехла на танке хорошо посажен плечевой пояс, аккуратно, да, он подчёркивает красоту плеч, да, и красоту шеи, вот такая вещь будет выигрышной на 100%. Если плечевой пояс плохой, какие-то заломы, зажёванности, кто что-то где-то перетягивает, значит, как бы вы по талии эту вещь не сажали, по талии, по бёдрам, вот эта вот плечевая зона, она будет портить всю картину. То есть вот это надо обязательно помнить и тоже взять себе за правило. Очень много внимания, разумности кроя и правильности расчётов уделять. Отсутствие образцов. Ну, знаете, как бы тема, которая уже у многих навязла в зубах. Образцы нужны, вот, нужны обязательно. Образцы в валянии, ну, я не знаю, как ежедневно почистить зубы, да, там, я не знаю, ну, как любой вот-вот просто, вот самый элементарный ритуал, да, образцы в валянии нужны, как только вы берёте какой-то новый материал или новую технику уваливания, новые декоративные волокна. Обязательно надо делать образец. Вот столько лет валяю. У меня в доме такое количество образцов. Вот сейчас очень хорошо, как бы, это канадская ассоциация филдмейкеров собирает образцы, да, как вот, вот какой может быть войлок. И я думаю, ой, как хорошо, я им целую коробку отправлю с описаниями, ну, просто чтобы они у меня уже дома не хранились, для себя просто сфотографирую. То есть, образцы нужны. Лучше потратить капельку материалов, ну, на образец никогда не уходит, ни шерсти, ни волокон много. Это, как правило, ну, не больше 30, ну, максимум 40 грамм, да. Но если вы валяете одежду, образцы необходимы на 100%. Их обязательно, обязательно надо делать. Но потом эти образцы, валяйте сразу образцы, допустим, образцы, да, вот я говорила своим ученикам, они уже знают про то, что бывает общий образец, бывает расчетный образец, да. То есть, вот мы берем, допустим, на общий образец, мы можем сложить все, что мы, предположительно, хотели бы использовать в этом изделии. Когда он у нас готов, мы смотрим, что идеально подходит, потому что то, как выглядят шерсти волокна, не валяные, очень отличается от того войлока, который потом мы получаем. И в итоге, ну, вот что-то очень хочется, да, свалять вместе, а попробовали, не катит. И нравится больше гораздо какой-то другой совершенно вариант. И вот выбрав то, что нравится по-настоящему, да, что вот сто процентов, вы утверждаете этот вариант. Из него можно сделать второй расчетный образец, по которому посчитать уже коэффициенты. Плотность коэффициенты, то есть, это вы посмотрите уже по расчетному образцу. То есть, можно сначала свалять прямо вот как карманы, да, образцы, к чему-то там будут накладные карманы. Или потом из этих образцов, можно у нас вот плед дома есть, собранный тоже из образцов разного эко-меха. Ну, такой, он не парадный пледик, но очень уютный, удобный, очень нравится. Вот, то есть, ну, масса применений, можно в пэтчворке их использовать, какие-то сумки делать, еще что-то. То есть, образцы, это не бесполезная трата материалов. Не жалейте на них сил, не жалейте на них материалов. Потом, когда вы становитесь уже мастером, более опытным, более успешным, вот у меня для заказчиков, опять же, мои ученики все знают это, у меня есть такие толстые сэмплбуки, да, прямо вот собраны эти образцы, их можно перелистывать, смотреть, для того, чтобы люди, которые хотят у вас что-то заплатить, доказать, причем я вот такие сэмплбуки беру с собой на шоу или на какие-то выставки, да, и очень часто же там ты находишь именно своих потенциальных заказчиков. Когда люди смотрят, вот они листают, люди очень, в большинстве своем, очень мало знают о войлоке. Они не представляют возможностей войлока. И вот вы им показываете вот эти сохранившиеся с прошлых проектов или от ваших экспериментов образцы, и у них просто вот шок, да, и сразу хочется, ой, вот из этого бы я хотела жакет, а вот такую я бы хотела юбочку, а вот такой бы мне жилетик. То есть, это очень-очень работает. Эти образцы, они всегда сослужат вам вторую службу, плюс, ну, опять же, вот на YouTube-канале моем, там есть минутка о войлоке, как можно делать открытки красивые, да, с этим, ну, есть, или броши красивые украшения, да, и цветочные, и какие-то более строгие геометрические варианты применения этих образцов может быть вот еще очень-очень много. Следующий момент – это перебор в декоре. Это ошибка, которая очень свойственна начинающим. Знаете, как вот просто надену все лучшее сразу. Не надо все, что вы умеете, все эти навыки, все способы декорирования использовать в одном изделии. То есть, у меня есть вебинарный курс «Большой по нуну войлоку, по арт-палантинам». Я тоже сразу своим вебинаристам говорила, что вот система 30, да, у меня есть система 30, 30 элементов декорирования, но не надо эти 30 элементов использовать в одном палантине. Вы это знаете, это ваша копилка знаний, но ведь вот мы когда пишем и говорим, каждое слово не состоит из 32 букв русская там или 25 английская, да, в каждом слове ровно столько букв, сколько надо, да, для этого слова, для его значения. Все, все остальные мы в это же слово не дописываем, да, то есть, почему многим там сложно, допустим, вот кто говорит на английском языке, а французский несколько сложен, потому что много дополнительных букв, да, вот не надо делать много дополнительного декора в одном изделии, и я вот допустим, помимо декора еще соблюдаю для себя такое правило, я как правило, вот к шелку я стараюсь не особенно добавлять какие-то другие декоративные волокна, я не смешиваю шелк и вискозу, ну, я вообще стараюсь синтетические волокна не применять, но это как бы мое личное такое отношение, потому что я заполную экологичность, а вылок синтетическими волокнами и тканями, он не экологичен по определению, да, потому что это все то, что, ну, природа нашу замусоривает, и, соответственно, когда я что-то декорирую, опять-таки, не надо переизбытка цветового, не надо переизбытка фактурного, лучше разные вещи из ансамбля между собой совмещать, это будет всегда более стильно, более выигрышно, то есть всегда в декоре себя чуть-чуть сдерживаете, продумали, что я хочу вот там 10 элементов, отложите, да, отложите размышления хотя бы на сутки, переспите с этой идеей, и на следующий день уберите хотя бы парочку, да, вот это очень важный момент. Следующий момент – это слепое следование моде. Опять-таки, это очень часто встречается, но это, к сожалению, не только в поляне встречается, слепое следование моде возникает от внутренней неуверенности в себе, это раз, причем неуверенности в первую очередь психологической, когда человек, ведь свой личный стиль, он не вырабатывается, когда человек хочет быть как все, то есть спрятаться за тем, что он как все. И вот начинается вот эта подражательность, когда вдруг там вот розовый какой-нибудь там оттенок безумный вошел в моду, и все пошли, была такая фотография, по-моему, это какой-то европейский город был, и вот фотографии улицы одновременно, там чуть ли не десяток женщин в розовых каких-то джемперах, жакетах, причем видно, что это женщины незнакомые, посторонние, и вот на них на всех женщины разного возраста, с разной комплекцией, вот вещи, да, какие-то вот одежки вот этого безумного розового цвета, и в общем-то из них, из всех только одно, этот цвет к лицу, это выглядит ужасно, в войлоке это точно так же выглядит ужасно, в первую очередь, мода сейчас такая демократичная, да, в первую очередь выбирайте то, что идет непосредственно вам, и если вам даже какую-то вещь заказывает, да, ваш заказчик, и вы понимаете, что эта вещь его не украсит, постарайтесь убедить, постарайтесь уговорить, я очень часто вижу там, или читаю в группах, там рукодельных, или по шитью, когда это было пожелание заказчика, но если мы что-то красивое, да, создаем своими руками, нам оттуда сверху дается очень большая власть, очень большая возможность этот мир действительно украсить, постарайтесь эту возможность использовать по максимуму, а для того, чтобы появлялась у вас компетенция, да, как бы, чтобы вы имели право на это, надо, конечно, очень много учиться, надо много смотреть, надо изучать историю, мода, история костюма, это очень важная база, для того, чтобы самому создавать какие-то вещи, не копировать, но именно вот эта насмотренность, она откладывается таким багажом возможностей, то есть, знаете, вот я сейчас с огромным интересом Эльзы Скайпорелли изучаю творчество, причем, ну так вот, не поверхностно, она же новатором была, удивительным совершенно человеком, ну, казалось бы, я знаю ее биографию, я видела, как бы, какие-то ее модели, я понимаю, что она привнесла, да, в моду, да, и в фэшн-индустрию, и в высокую моду, и вот сейчас я стала копаться, изучать ее творчество глубже, это такие для меня инсайты грандиозные, и это меняет мой взгляд на моду вообще, да, на отношение людей к моде, и я понимаю, что новые какие-то вещи я буду делать не под влиянием ее творчества, а под влиянием тех самых инсайтов, которые вот ко мне озарения какие-то пришли, то есть, я стала чувствовать это по-другому, поэтому старайтесь вот эту насмотренность набирать, сейчас возможности информационные практически безграничные, листайте, читайте, смотрите, ну вот я что могу посоветовать, опять-таки вот наш «Не поваляешь, не поешь» клуб веселых рукодельниц, приходите, у нас очень много публикаций, но есть масса других групп, и вот когда я делаю какие-то репосты, да, в эту группу, я специально делаю репосты из других групп, из хороших групп по истории моды, по истории костюма, по текстильному искусству, прямо вот идите на, смотрите на источник, первоисточник публикации, переходите в эти группы, и тоже подписывайтесь, это более толковая трата времени посмотреть контент в хороших группах, чем, ну, какой-то там, я не знаю, анекдоты или песни-пляски какой-нибудь заколусти, да, то есть используйте свое время и возможности по максимуму, и то, что нам дается этим интернетом. Следующий момент – копирование чужих работ. Это вот прямо к топу вот этих ошибок подходит. Копировать чужие работы нормально, когда вы у кого-то учитесь, и вот ученическая работа, копия работы мастера по мастер-классу – отлично, очень хорошо, это совершенно замечательно. Но если вы на этом остановились, я не говорю, это не тема плагиата даже, это не тема плагиата, когда умышленный человек там что-то сделал и выдал за свое. Нет, человек даже не выдает за свое, он просто не пишет там авторская работа, нет, не пишет, а просто вот делает как у кого-то. это плохо в том плане, что ваши работы будут цениться в разы меньше. Вы вкладываете труда столько же, сколько другой человек, но ценится ваша работа, потому что она вторична, да, ну как бы вот, ну такое, все равно же, знаете, как это, все все знают, все все видят на самом деле, не надо думать, что вот вы сделали, никому не сказали, и все вот решают, что вы гениальны. Нет, все все видят, ваша работа будет стоить просто намного меньше и не окупятся ваши труды и старания. Во-вторых, когда вы только копируете ваши работы и не придумываете свое, вот мы переходим к следующему пункту, самому ужасному, это остановка в развитии, остановка в творческом развитии, остановка в личностном развитии, вот это катастрофа. Опять-таки, это актуально не только для войлока, это вообще в жизни очень такой момент, если вы не учитесь, если не развиваетесь, все, можно считать, что, во-первых, багаж знаний, который был получен дальше, если он не востребован, если он не используется и не подталкивает вас к экспериментам, к новым каким-то пробам чего-то интересного, мозг костенеет, ну, ручки тоже как бы приучаются выполнять только одни какие-то привычные функции, и все, дальше развития нет, если нет развития, происходит в финальном итоге выгорание, то есть вот вы валяете, валяете одинаковые-одинаковые вещи, как у кого-то какое-то время, и вдруг резко возникнет желание все это бросить, потому что, ну, надоедает, если, я не знаю, день за днем есть одну и ту же пищу, даже самую вкусную, она надоест, все приедается и все надоедает, поэтому учитесь, развивайтесь обязательно, пробуйте что-то новое, не бойтесь экспериментировать, вот такой вот как бы топ-10 ошибок, на мой взгляд, я не знаю, насколько вы с этим согласны, может быть, у вас как бы есть еще мысли какие-то, какие еще могут быть ошибки, пишите в комментариях, пишите в группах, какие-то, может быть, у вас идеи пришли с этим связанные, пишите на YouTube-канале моем, мы будем разговаривать, будем общаться, кстати, на YouTube-канале есть у меня вкладка «Сообщество», которую я только-только стала вести, и вы туда можете в комментариях писать вот какие-то свои вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать.